Юлия Борисовна, я поздравляю Росатом с началом очередного пятого, практически отличного юбилейного AtomSkills 2020. Спасибо, Сергей Сергеевич. Для нас это действительно очень волнительный момент. Тем более чемпионат проходит такой важный год для нас, 75-летие атомной промышленности. Мы с нетерпением ждем, как будет развиваться чемпионат, как будут проходить соревнования. Сейчас я предлагаю открыть еще одну важную главу AtomSkills. Это большую дискуссию о людях, об их талантах, о среде, которая должна создаваться для того, чтобы эти таланты раскрывались. И для нас этот вопрос очень важный. Я предлагаю обсудить его буквально всем миром. И это на самом деле имеет значение, потому что мы сегодня предлагаем всем нашим гостям, спикерам студии и подключившимся коллегам в онлайне со всех уголков мира и от всех федеральных ведомств поговорить о таланте лично. Лично для того, чтобы понимать, что беспокоит человека, что он может, но одновременно управленчески посмотреть, что нужно сделать для того, чтобы его желания и возможности совпадали и в жизни, и в работе. И поэтому, коллеги, знакомимся. Меня зовут Сергей Гиль, я доктор наук, профессор, эксперт в сфере управления талантами и развития образования. Юлия Борисовна Ужакина, генеральный директор корпоративной академии «Ростатома». И мы начинаем нашу работу в то время, когда страна вновь акцентировала внимание на своих национальных приоритетах. В приоритетах до 2030 года тема самореализации и раскрытия потенциала занимает очень важное второе место. Поэтому наша сегодняшняя повестка, она абсолютно прогностична и она очень актуальна. И поэтому я, уважаемые коллеги, представляю всех сегодняшних спикеров здесь в студии. Чуть позже мы познакомимся с нашими гостями, которые подключаются к нам в онлайне. Итак, уважаемые коллеги, добро пожаловать. Алексей Лихачев, генеральный директор государственной корпорации «Росатома». Алексей Евгеньевич, день добрый. Дмитрий Песков, представитель президента Российской Федерации по вопросам цифрового и технологического развития. Директор направления «Молодые профессионалы» агентства «Топичных инициатив». Дмитрий, добрый день. Добрый день. С нами сегодня Роберт Уразов, генеральный директор союза WorldSkills, который только что открывал, собственно, сам чемпионат и был здесь с нами. И, наконец, с нами сегодня Андрей Шаронов, президент бизнес-школы Сколково, который именно сейчас занимается тем, что формирует новые команды управленцев, которые и должны отвечать на вопрос, будет ли человек в центре их внимания. Итак, дорогие друзья, все спикеры, которые должны были прийти в студию здесь, все спикеры, которые подключаются к нам в онлайне, и среди них, конечно же, я хочу выделить руководителя министра просвещения Российской Федерации Сергея Сергеевича Кравцова. Он с нами сегодня тоже в студии. И наверняка сегодня будет такой очень сложный горизонтальный диалог, потому что это диалог бизнеса, образования и экспертов, переживающих в одной теме. И у нас много вопросов к нашим уважаемым коллегам, но прежде чем мы начали бы обсуждение, коллеги, да, небольшой факт. BCG в прошлом году на чемпионате WebSkill 2019, представив в доклад массовую уникальность, акцентировал внимание на том, что квалификационная яма затрагивает колоссальное количество людей в мире. И сегодня известен факт, что практически двое из трех людей находятся в состоянии квалификационной ямы. Один, возможно, по причине того, что у него не хватает навыков и компетенций для опережающего развития. Второй, вполне возможно, потому что у него нет возможности для их применения. И поэтому прежде чем мы начнем, мы предлагаем создать определенный информационный массив. Давайте мы спросим наших уважаемых участников, которые сейчас смотрят прямую трансляцию, а что, собственно, они думают о реализации своего таланта в системе Росатома. И поэтому, мои уважаемые коллеги, я приглашаю вас сейчас воспользоваться системой голосования, которая у вас имеется на ссылке, для того, чтобы вы могли ответить на вопросы, как, по вашему мнению, раскрывается ваш потенциал. И это будет очень интересная пища для размышлений наших коллег. Совершенно точно. Уважаемые коллеги, давайте начнем нашу дискуссию и обсудим, собственно, как должна строиться благодатная среда для раскрытия потенциала людей. И первый вопрос, Алексей Евгеньевич, я хочу адресовать вам. Росатом сформировал видение 2030. Это очень мощное, энергичное, очень целенаправленное видение, в которое вошел очень интересный элемент – стать лучшими в раскрытии человеческого потенциала. Вопрос, почему это так важно для Росатома, почему это вошло в видение, почему мы тему раскрытия потенциала человека поднимаем на флаг? Вот смотрите, просто не все коллеги, возможно, кто участвует сегодня, знают историю видения 2030. Она тоже очень вдохновляющая, потому что фотография вот этого видения, она не была придумана накануне, она не была плодом экспертных заключений, она родилась непосредственно на конференции руководителей полтора года назад, ну, в присутствии 300 человек, лидеров, топ-менеджеров госкорпораций. И родилась она в ходе разговора об итогах года предыдущего, уходящего, ушедшего уже тогда, это был, соответственно, 17-й год, и обыстраивая неких подходов к стратегии. И вот этот родившийся в ходе обсуждения контур включил в себя несколько вроде бы не всегда связанных напрямую в нашем сознании параметров. То есть мы традиционно, конечно же, написали наши экономические параметры, в чем-то скопировав карту КП, определили объемы выручки вообще, выручки по новым продуктам, значит, определили зарубежную выручку, поскольку основная масса тела роста госкорпораций приходит, конечно, на зарубежные рынки, на глобальный рынок присутствия госкорпораций Росатом. При этом мы сделали такой понятный на тот момент шаг, сказали, что кроме этого чемпионства в атомной сфере, чемпионства в мировой атомной отрасли, нам, конечно же, необходимо планировать свое технологическое лидерство по конкретному количеству технологий, напрямую не связанных, может быть, с ядерными компетенциями, но без которых мы все равно будем неким технологическим придатком, неким заводом второй руки, который может что-то, конечно, уникальное производить, но абсолютно зависим от технологий новых материалов, от цифровых технологий, от 3D-печати, от аддитивки и так далее. И поэтому вполне себе обоснованно родилось второе измерение этого видения, это достижение лидерства на глобальном рынке по ряду технологических направлений, войти в пятерку как минимум пяти ключевых технологий на горизонте до 30-го года, и это вполне соответствовало общим подходам, заложенным еще в нулевых годах при создании госкорпорации. Понятно, мы поговорили о боргструктуре, и родился вот этот лозунг «Росатом – единый организм», это уничтожение вертикальных, горизонтальных барьеров при передаче сигнала сверху вниз, снизу вверх, и устранение вертикальных контуров при создании продукта, при определении себестоимости, при взаимодействии между предприятиями на уровне междидивизиональных контактов. Вот, и одновременно с этим в картинке чего-то не хватало. Понимаете, вот чувствовалось отсутствие чего-то еще крайне значимого, ну и, в общем-то, истина, опять же, которую придумало не наше поколение, но которая абсолютно очевидна, что человек – главный потенциал, да, главная ценность наша, и никакие наши технологии, никакое наше оборудование без человека работать не может. Но как это сформулировать? Человек – это все, люди – это главное, нет сомнений. Но это, наверное, не совсем мотивирующий на десятилетие подход, это скорее бизнес as usual, это скорее данность. И тогда вот коллеги Татьяна Анатольевна Терентьева и Юль Борисовна Ужакина в ходе такой очень острой беседы, неформальной, вот предложили эту формулу – стать лучшими в раскрытии человеческого потенциала. Понимаете, это пришло оттуда. Это ничего заранее эксперты не голосовали, не выписывали, да. Вот эта формулировка «стать лучшими в раскрытии человеческого потенциала» в ней как-то отражен, на мой взгляд, вообще, во-первых, некая дерзновенность, потому что мы же не вот говорим, что мы человеку будем уделять внимание, мы сейчас ему уделяем, слава богу, большинство своих сил и возможностей. Но это, во-первых, традиционный, заложенный в коде, заложенный в коде потребность атомщиков в лидерстве, с другой стороны, немножко переворот картинки. Мы поставили человека в центр этих будущих изменений, и в каком-то смысле, может быть, даже мы предвосхитили, предугадали то движение, которое в стране происходит. Если вы сравните два уровня указов президента, то есть первоначальный набор решений Владимира Владимировича о запуске нацпроектов, и вот те решения, которые вышли недавно, вот прямо зрительно читается, что только удовлетворение потребностей всех и, в первую очередь, творческих потребностей, потребностей личного развития является главным критерием успешности как отдельного проекта, так и в целом работы власти. Вот так сейчас сформулировано, ну, в моем понимании, по крайней мере, задача президентом Российской Федерации. Вот мы как бы стали немножко опытным образцом в этой работе и провозгласив это на свои знамена, и взяв на себя, я честно скажу, колоссальную ответственность, смогли в каком-то смысле изменить парадигму кадровой работы. То есть понятное дело, что мы ведем все, что нам положено, всю работу, мы анализируем рынки, технологии, смотрим, сколько специалистов надо подготовить, это все понятно, и это специалисты нас делают очень хорошо. Но сменилось два вектора, два акцента. Первое. Конечно, мы должны людей вырастить у себя. Вот с учетом специфики атомных технологий и длительность наших проектов, неуспешный путь набору людей с рынка и адаптации их в нашу среду. Мы его делаем, и какое-то время мы будем обязаны и его использовать, но абсолютно сменен вектор, и мы, в первую очередь, ставим задачу выращивания таких специалистов от управления до научных исследований именно в своей среде, имея в виду под средой не только стены госкорпорации, но и территории наших городов, детских садов, значит, соответственно, и школ, и территории наших опорных вузов, и наших партнеров, которые в учебных заведениях партнеров, и нарождающиеся контакты, понимаете? И второе, вот тоже это изменение не некого, что ли, общего подхода, то есть мы понимаем технологическую повестку, так сказать, может быть, не точно ее можем прописать, но многое чувствуем, многое наши специалисты знают, понимаем востребованность тех или иных профессий, но вот мы не будем людей под них подгонять, понимаете? Мы должны создать такие инструменты, чтобы сами люди деформировали отсутствующие у нас знания в комфортном, привлекательном для себя формате и виде, и создали вот тот срез нашего кадрового потенциала, наших кадровых сил образца 2030. Ну, естественно, что и сама корпоративная культура, это уже добавлено было потом, и тоже вот коллеги здесь много помянутые над этим работают, то есть и корпоративная культура 2030 должна иметь свое отличное от сегодняшнего положения дел видения. Прошу прощения, что я, может быть, чуть больше затронул вопросов, но, Сергей, просто ваша первая аналогия и разговор про двух из троих, он касается, на мой взгляд, лично меня, я не мог на это не ответить. Спасибо. Алексей Евгеньевич, спасибо большое. У меня к вам еще один вопрос. Вы говорите про то, что среда, где Росатом черпает свои таланты, она достаточно большая, начиная от школ, заканчивая нашими вузами и, собственно, нашими сотрудниками. Но давайте чуть-чуть в будущее заглянем и обратимся к данным Всемирного экономического форума. Они говорят, что буквально скоро, в 2022 году, произойдут очень серьезные изменения. Благодаря технологическому развитию 75 миллионов рабочих мест в мире и исчезнут, они будут не нужны экономике. Но при этом, благодаря тем же самым изменениям, 133 миллиона рабочих мест новых появятся. За каждой цифрой стоит много чего. Решения, контекста, рисков, в конце концов, препятствий. Вас какая цифра больше пугает? 75 миллионов исчезнувших или 133 новых? Меня радуют обе, понимаете? Меня радуют обе. И самое главное, радует двукратное превосходство практически второй цифры над первой. У нас же такая же ситуация в госкорпорации. Конечно, мы последовательно будем работать над снижением затрат. Цифровые подходы, робототехника, оптимизация технологий нас вынуждают сокращать некоторые рабочие места. Но при этом мы фиксируем потребности в огромном количестве новых компетенций. Это и уже, как бы, ну, что называется, часто употребляемые сферы, такие как новые материалы и технологии, как цифровая трансформация, как использование искусственного интеллекта. Но при этом у нас целое новое направление, связанное с новыми материалами. У нас огромная работа не только, собственно, по освоению Северного морского пути, но и перезагрузки вообще всей глобальной логистики морских перевозок. У нас огромные планы по взаимодействию в космической сфере с нашими партнерами традиционными, понимаете? И в этом смысле я ставил и буду ставить задачу по сокращению затрат и оптимизации собственно существующих производственных цепочек. Но при этом меня больше, Юль, вдохновляет то, что несравнимо более значимое количество работников нам нужно подготовить и запустить, как уже профессионалов экстракласса, в наш новый проект. Алексей Георгиевич, спасибо большое. Я думаю, что все, кто сейчас нас слышит, понимают, что работы хватит всем, только поспевай. Главное учиться, учиться, еще раз учиться. И это будет залогом нашего успеха. Сергей Сергеевич, мне кажется, пора посмотреть. Мы создали сложный контекст для наших спикеров, потому что на самом деле, когда люди отвечают на вопрос, а насколько воплощен ваш потенциал, ведь там же могут быть две причины одновременно закрыты, да? И не умею, и еще не могу воплотить, или уже не могу воплотить. Поэтому, коллеги, давайте отнесемся к тому, какой мы пока получили вот интересный массив данных, да? Наших уважаемых коллег, отвечающих на вопрос, насколько. Ваш потенциал реализован. И если нам коллеги откроют экран в полный размер, то мы с вами увидим, что картинка, вот видите, такая неравномерная, да? И это как раз очень интересный повод для размышлений. Ну вот даже есть люди, которые на 100% считают, задействовали свой потенциал. Ну, может быть, или почти на 100%. Но это тоже оценка. Но их немного, Алексей Георгий. Но их немного. Их немного. Все-таки в основном это в районе 50%. Точно есть куда стремиться. И если у нас на 50% только реализован потенциал, это и хорошо, и плохо, потому что есть что реализовывать. Это вообще очень хорошая перспектива. Юль, здесь надо тоже учитывать, что это в основном такой, ну не совсем точно молодежный срез отрасли, но скорее более в половину до 50, да, чем после 50. Это правда. Нас смотрят и молодые, и те изменения. Я не знаю, вот Дмитрий, наверное, лучше меня знает, там же очень сильно изменены сейчас параметры организации объединенных наций с точки зрения возрастной нарезки. И если мне, опять же, не изменяют какие-то мои знания, до 65 лет это теперь средний возраст. Понимаете? А 65 еще только зрелый. В этом, конечно, есть определенный риск ремиссии, кризис среднего возраста у мужчин почти на 70 лет. Но шутки шутками, а население увеличивает продолжительность жизни и самое главное активность жизни. И в этом смысле, если люди 30-40 лет только вокруг 50% чувствуют удовлетворенность своих возможностей, ну есть потенциал. То есть это просто задача для нас, это нужно ответить. Это запрос. Поэтому, мне кажется, самое время передать слово Дмитрию Пескову. Дмитрий Песков 10 лет работает в команде, которая, собственно, и продвигает все стратегические инициативы. Поэтому все прорванный фронт и передние линии знают неплохо и знают обратную связь по этому поводу. Поэтому, Дмитрий, смотрите. Ну, естественно, в этой теме нас беспокоит вопрос. Какие тогда национальные инициативы движет сейчас агентство в этом контексте? Кто главный драйвер изменений в этой теме в России? И какие решения и действия должны быть предприняты для обеспечения тогда, ну хотя бы примерно равных возможностей для всех групп людей, у которых может оказаться вот тот самый рваный фронт? Дмитрий Песков. Спасибо большое. Добрый день, уважаемые коллеги. Очень рад всех приветствовать здесь, на нашей самой любимой и уверенной партнерской площадке. То есть за все 10 лет мы точно знаем, что лучшим партнером по воплощению действительно стратегических инициатив, особенно в сфере кадров, у нас, конечно, является госкорпорация Росатом. Действительно, мы за последние 10 лет довольно много всего сделали. Даже если подумать про наш ландшафт буквально 6-7-5 лет назад, то ведь ничего из того, что сегодня создает инфраструктуру работы с талантами, в России не существовало. Да, и AtomSkills, и WallSkills, и система Кванториумов, и Университет 2035, и там Олимпиады, и те программы, которые я сейчас перечисляю, у которых есть так или иначе сотни тысяч участников. Их не существовало. Сегодня эта инфраструктура построена, она довольно быстро развивается. В чем главный вызов, который у нас есть на ближайшие 10 лет? Вот к чему мы должны, с чем мы должны прийти к 30-му году? Вот эта вот массовая уникальность, она требует отказа от целого ряда традиционных подходов, из которых, наверное, самый главный, самый сложный, это такая дилемма, которую мы сегодня видим в наших проектах. Вот смотрите, когда главы корпоративных университетов или HR-ы крупных корпораций, они проектируют новые программы, то, как правило, люди стараются выбирать из доступного, то есть из того, что у вас есть под рукой. На этом, как правило, строятся и большие элитные программы. И это не хорошо или плохо, это вот некоторая характеристика данности, характеристика нашего времени. Так работают образовательные школы типа MBA. Вот коллеги здесь присутствуют и школы управления Сколково. Вы приглашаете каких-то преподавателей, вы покупаете какой-то образовательный контент, вы формируете какой-то набор курсов, и дальше вы человек, вот этот его следующий шаг развития, вы его формируете, исходя из доступного материала. Это хорошо было, наверное, в начале 2000-х годов, но в 30-х годах мы оказываемся в кардинально другой парадигме, потому что мы, как страна, не в состоянии выиграть глобальную конкуренцию, например, у Китая или Соединенных Штатов Америки, в ситуации, когда мы выбираем только из доступного. Мы обязаны перейти от парадигмы выбора из доступного к парадигме выбора из лучшего. И то, что сегодня дают цифровые технологии, они позволяют как раз уйти от понятия элитного образования, эксклюзивного образования к понятию открытого всеобщего образования, в котором каждому человеку доступны примерно те же возможности, которые раньше были доступны только немногим. То есть вот это преодоление элитарности, преодоление элитного подхода, с нашей точки зрения, это главный вызов в стране в ближайшие 10 лет. А сделать его очень сложно, потому что все наши обычные действия, и финансовые модели, и организационные модели, они заточены на выбор из доступного, на то, что у нас под рукой, то, что у нас под контролем, то, за что мы уже заплатили раньше, а ни в коем случае не выбор из лучшего. И вот построение цифровых платформ управления развитием талантов, когда в каждой точке нашей большой страны человек, который обнаружил в себе талант, должен получить возможность его развить у лучшего специалиста по таланту, который в стране есть, а желательно и в мире есть. То есть еще как бы следующий уровень, да, потому что у нас большая страна, но, безусловно, только ей все таланты в мире не исчерпываются. И вот это такой главный вызов, который перед нами стоит. Потому что вот то, что мы сегодня делаем, и, наверное, главный инструмент к этому, это, конечно, создание своего российского искусственного интеллекта в образовании, который бы рекомендовал человеку его следующий шаг, следующий шаг его развития. То есть человек осознает, что у него вот этот вот гэп есть, да, у него есть этот дефицит, у него нехватка компетенций. Эту нехватку компетенций нужно качественно и честно оценить, получить качественную рекомендацию по поводу того, что разовьет человека в ситуации, когда его рабочее место может исчезнуть, его профессия может исчезнуть, переподготовить этого человека за минимально приемлемые средства, за минимальное количество времени, и помочь ему сделать то, что называется в английском языке placement, да, то есть разместить его талант там, где он будет нужднее всего. Для страны, для компании, для корпорации, для организации. И самое главное, для самого человека. Вот эти вот три шага, диагностика, рекомендация, обучение и размещение таланта, это то, что должны научиться делать такого рода информационные системы, построенные на искусственном интеллекте. И тогда мы можем за 10 лет пройти к реализации задачи президента, который он поставил в июльском указе, о создании всеобъемлющей системы управления талантами. Вот так как бы не скромно, сложно, но как есть, как мы видим свои задачи и какие инициативы мы собираемся двигать в ближайшие годы. Спасибо. Дмитрий, спасибо большое. Очень вдохновляющее такое видение. Вопрос. Если искусственный интеллект будет подсказывать человеку, что ему делать дальше, какой у него следующий шаг, не перестанет ли человек думать? Наоборот. Вот смотрите. Ведь искусственный интеллект – это не властелин человека, это его помощник. И в этом смысле, когда выбор за нас делают другие люди, мы оказываемся в ситуации данности. Нам говорят, ну вот тебе дано это. А задача наша, конечно, перейти от данности к данным. Когда искусственный интеллект говорит человеку, смотри, вот есть данные раз, два и три. Выбор твой. Ты всегда выбираешь. Не кто-то за тебя. Но данные, из которых ты делаешь выбор, они раз, два и три. Здесь очень важно, чтобы этот искусственный интеллект, он был абсолютно гуманным. То есть он должен давать человеку то, что мы называем бесконечный второй шанс. Что если человек ошибся, куда-то пошел не туда, а за него уже заплатили, он уже пошел на эти курсы или на эту учебную программу. Вот он уже там три месяца учится, и он понимает, что это не его. Что это не то, что делает его счастливым. Это не то, в чем он будет первым. Но родители уже туда отправили, контракт уже подписан, и вроде как стыдно признаться в том, что ты неудачник. И человек пять лет получает, например, никому не нужную профессию, которая, самое главное, ему глубоко не нужна, которую он свой талант никогда не раскроет. Вот такие рекомендательные системы, они должны позволять ему пересобрать его траекторию развития в тот момент, когда он понял, что нет, не туда. И мягко, мягко дать ему эти данные, которые покажут, смотри, но вот исходя из твоего профиля, есть еще похожая траектория, но в ней ты, кажется, будешь более счастливым. Вот это задача. Спасибо большое, Сергей Сергеевич. Мне кажется, мы нащупали первый компонент нашей среды, где раскрывается потенциал. Это наличие гуманного искусственного интеллекта, который подсказывает человеку. Друзья, готовясь к этой дискуссии, мы нашли еще одни очень интересные данные. Организация экономического сотрудничества и развития ОСР провела опрос в 98 странах, включая Россию, и вывела плюсы, которые получили национальные системы образования школьного от сложившейся ситуации, когда образование было вынуждено перейти онлайн. И выяснилось, что, во-первых, произошло очень бурное развитие технологий и технологической инфраструктуры. Это компонент очень важный. Во-вторых, сильно возросла самостоятельность учеников. Это тоже может быть компонентом нашей среды по раскрытию потенциала. И, в-третьих, возросла поддержка родителей, что тоже является очень важным компонентом. И есть четвертое, о чем Дмитрий начинает говорить. И безумно возрастает запрос на гуманитарную помощь тех, кто будет тьютерами-наставниками помогать осмыслять те выборы, которые нужно делать ребенку. Потому что выборов становится много, а общество не готово к тому, что у ребенка есть на это право, ему нужно это право отдавать, разрешать совершать ошибки и не плакать по поводу потраченных денег и ресурсов. И это очень важный вызов. И сейчас самый момент, перейти к нашему следующему гостю, который подключается у нас онлайн. Я сейчас с удовольствием хочу представить Арама Пахчаняна. Арам, слышите ли вы нас? Выходите, пожалуйста, в эфир. Здорово, мы вас тоже услышим. Очень хорошо. Арам изначально вице-президент группы компании Эбби. А с недавних пор он еще и создатель школы Айб и сооснователь и член попечительского совета образовательного фонда Айб в Армении. Арам, вопрос такой. Удается ли вам в школе, в ваших образовательных проектах создавать вот эту среду, где ребенок может раскрыться полностью, понять свои способности, приложить усилия и получить вот такое хорошее развитие? Расскажите про ваш опыт. Что для вас среда для раскрытия потенциала человека? Спасибо. Очень интересный для меня вопрос и очень-очень актуальный. Честно говоря, он стоял всегда в сердце всех наших разговоров об образовании. Это очень важный вопрос. Хотя школа, университет, компания имеют дело с людьми разного возраста, как ни удивительно, фундаментальный принцип развития личности во всех таких, в общем-то, внешне разных средах совпадает полностью. И в количественном итоге ведь целью всех этих организаций является развитие человеческого капитала. А человеческий капитал – это фактически люди, которые растут и развиваются в правильном для них направлении. Правильном и для них самих, потому что они хотят остаться там. И для организаций, в которой они находятся. Будь это школа, будь это компания, будь это большая организация, будь это государство. И вот это направление определяется тем, по-моему, глубоким убеждением, насколько человек умеет жить в соответствии со своими ценностями и ориентирами, и насколько та среда, в которой он находится, направляет его на то, чтобы он сосуществовал в гармонии со своими ценностями и ориентирами. Потому что именно ценности, они создают смыслы, которые нас двигают вперед. Именно они нас заставляют утром проснуться и захотеть жить, двигаться, что-то делать, развиваться, потому что они для нас очень важны. Настолько важны, что иногда часто, чаще всего даже, важнее, чем жизнь. Так какие должны быть у такой среды качества? Первое фундаментальное качество – это свобода. Такая среда, среда развития должна быть свободной. Потому что только свобода вызывает у человека рост ответственности. Если мы хотим, чтобы ребенок в школе отвечал за свое образование, а вот посмотрите, к чему привело онлайн-образование, это отличный пример. Оно привело к тому, что дети получили большую свободу, они вышли из классной комнаты. И выяснилось, что они рады этой свободе, они готовы лучше организовываться, больше отвечать за свое образование, больше быть за рулем своего образовательного процесса. Когда нет свободы, человек всегда пеняет на систему, на руководителя, на кого угодно, он никогда не готов взять на себя ответственность, в том числе ответственность за собственное развитие. Он всегда надеется на некого другого человека, который заставит его развиваться. Поэтому вот такая высокая личная ответственность каждого человека в организации – это, в общем-то, фундаментальный залог постанового развития. А эта ответственность всегда берется из ощущения свободы. То есть ты решаешь, ты действуешь, это твой выбор. Это не выбор кого-то, это не выбор искусственного интеллекта, я здесь очень согласен с этим сказал. Второе – среда должна быть ценностной. Я про ценность немного сказал, но сейчас немножко углублюсь в это. Мы, наверное, замечаем, что как только мы создаем коллектив, он не только выстраивается как некая иерархия – руководитель, подчиненный, работа и так далее. Тут тоже начинают возникать какие-то неформальные отношения. Люди обрастают всякими отношениями. Зачем они нужны? Зачем они это делают вообще? А делают они потому, что они хотят объединяться вокруг общих интересов, находясь друзей, единомышленников, людей, с которыми им хочется вместе работать. То есть для того, чтобы работать в коллективе, им нужно не только иметь работу и иметь интерес к этой работе, им нужно иметь людей, с которыми они что-то разделяют. Этот процесс можно оставить на самотеку. Можно сказать, ну, очень хорошо, пусть там общаются. А можно поставить вообще во главу угла и считать это самой главной работой руководства выстраивание такой среды, такой системы ценностей в организации, чтобы все эти неформальные отношения ставились на правильную основу, чтобы они развивались в правильном направлении, чтобы они приводили к тому, что люди объединяются вокруг правильных вещей, правильных ценностей. Вот одно из фундаментальных ценностей, которые можно поставить в организации – это ценность развития. Вот здесь мне очень понравился личный пример Алексея Евгеньевича, что вот он считает, что ему нужно постоянно развиваться. Если руководители организации считают, что ему постоянно надо развиваться, это вот та ценность, благодаря которой все в организации будут думать в эту сторону. А это, безусловно, приведет к тому, что люди будут развиваться. Ну и понятно, что любой организации должны также жить и развиваться общечеловеческие ценности. И ценности очень трудно утверждать, очень легко разрушать. Поэтому любой организации ключевое внимание должно всегда быть к тому, чтобы все решения, все действия организации соответствовали ее ценностям. Потому что как-то люди видят раздвоение, одно заявляется, другое на самом деле происходит, все рушится. И люди начинают атомизироваться, они отходят друг от друга, перестают друг другу доверять, начинаются расколы, конфликты, скандалы, и ни к чему хорошему это не приводит. Третья вещь важная для среды развития – это среда должна позволять ошибаться. Ошибаться пробуя. То есть, если мы даем людям свободу, мы должны давать этим людям свободу на ошибку. Потому что люди учатся ошибаясь. Мы все время забываем про это. Мы почему-то считаем, что пока он был маленький, ему можно было ошибаться. Вот вырос, ему уже нельзя. Вот он был в первом классе, ему можно было говорить глупости. Вот он в университете, ему уже нельзя говорить глупости. С чего это вдруг? Человек должен постоянно пробовать что-то новое, должен рисковать. Не всегда этот риск приводит к успеху. А вообще говоря, есть хорошие примеры, их великое множество. Один из самых известных – это история с тем, как в компании 3M придумали скотч. Когда просто из-за ошибки исследователей получился не тот клей, который плохо клеил. Оказалось, что он отлично подходит для того, чтобы клеить временно. Вот такого рода истории великое множество. Поэтому никогда нельзя, чтобы был какой-то абсолютный арбитр, который точно знает, что правильно, что неправильно, умеет всех правильно критиковать, всех ставить на место. Разговор вокруг ошибки всегда должен быть о том, что произошло, почему это произошло, что мы сделаем завтра, чтобы этого больше не происходило. Но ни в коем случае не наказали. Ну и еще одно важное, наверное, такое свойство такой среды – это стремление к совершенству. Здесь, опять же, прозвучала уже эта идея лидерства глобального. Это очень важно. Обязательно должна быть какая-то амбиция, должна быть какой-то маяк за горизонтом невидимый постоянно. Должна быть какая-то высокая цель, к которой мы все стремимся. Но при этом, при всем, должно быть критическое отношение к себе, к своим застижениям, результатам. Потому что без здорового критического мышления невозможна здоровая рефлексия, и личностная, и коллективная рефлексия, которая приводит к тому, что развитие останавливается. Таким образом, критическое мышление само по себе, которого, по правде говоря, очень часто не хватает в нашей постсоветской культурной среде, мне кажется, развитие критического мышления, свободой критически относиться к тому, как ты сам воспринимаешь то, что тебе говорят, и реагировать таким образом. Это является фундаментальным мотором развития, который нужно развивать. Но, наверное, если вкратце, я могу еще много говорить про это. Это то, что для нас фундаментальные принципы выстраивания образовательной среды, и вот то, с чем я хотел поделиться. Арам, спасибо вам огромное. Вы отметили четыре компонента, казалось бы, школьной среды, среды для развития ребенка, но мне показалось, что это абсолютно универсальные компоненты для любой среды, включая большие корпорации, может быть, даже страну. Давайте немножко подытожим. Это свобода, сопряженная с ответственностью, это единые ценности, это позволение ошибаться и стремление к совершенству. И мне кажется, что нам нужно как минимум включить эти компоненты в наши школы Росатома. Алексей Евгеньевич, мне кажется, это шикарная практика для того, чтобы дети наши развивались в благополучной развивающей среде, и, может быть, это взять и в корпоративную культуру Росатома. Спасибо большое, Арам. И мне кажется, это, опять-таки, особенно ценно, потому что, когда Алексей Евгеньевич говорит о том, что мы сейчас занимаемся взращиванием поколений, тогда возникает вопрос, а где же зарождаются ценности, и где они переживаются? Ценности – это окрашенный пережитой опыт, восприятие себя, оценок окружающих, и самый большой ребенок получает в школе. И поэтому, прежде чем мы пригласим Сергея Сергеевича Кравцова, понимаете, мне кажется, будет очень правильно снова попросить наших коллег в студиях, кто нас смотрит, проголосовать. Проголосовать и получить определенную обратную связь, которую мы чуть позже увидим. И еще я обращаю ваше внимание, уважаемые коллеги наши, все, кто подключен в студиях, у вас есть QR-код, по нему вы можете заходить и писать вопросы для наших уважаемых спикеров, и мы, соответственно, будем их очень быстро озвучивать. Вот сейчас мы уже и получили обратную связь, что, увы, Сергей Сергеевич не смог к нам присоединиться, в этом есть своего рода и вызовы, и ограничения, но, тем не менее, вопрос, который мы вам, коллеги, задаем, он очень интересный. Кто сегодня находится в центре системы образования, на ком центрируется система и чьи задачи решает в первую очередь? Именно система образования. Потому что вопрос о центричности, это и есть тот самый вопрос о ценностях, с которыми в конечном итоге выпускник выходит в большой мир. И неважно, в какую корпоративную культуру. Если он в школе был всегда на задворках внимания, обучения, то как бы мы не убеждали и не увлекали его в компании в действии, у него всегда будет высказываться в голове подсознательно его негативный опыт, к сожалению. Поэтому, коллеги, очень просим вас в этой части сейчас голосовать, а коль скоро у нас появилась опция, Юлия Борисовна, а давайте пару вопросов с нашим спикером. У нас же уже прилетели вопросы. И в большом количестве. Да, поэтому, коллеги, у нас действительно для вас есть вопросы, поэтому, ну, собственно, давайте и мы начнем. Алексей Евгеньевич, вопрос. А есть ли сегодня предпосылки о том, чтобы говорить о Росатоме, как об ориентире для отечественных корпораций в части раскрытия потенциала человека? Предпосылки, думаю, и были, и есть всегда. И в атомной отрасли, в Минсредьмаше, и уже в формате госкорпорации. На предприятии госкорпорации Росатом кадрам уделялось огромное внимание. Ну, известно, что Сергей Владимирович, закладывая фундамент госкорпорации, лично тратил, наверное, большую часть своего времени именно на работу с людьми. Именно тогда, в нулевых годах, были заложены и многие форумы, которые сегодня развиваются, и родилось не только понятие, но и осознание формулировок ценностей. То есть предпосылки есть. Вопрос только, Сергей, в другом. Конкурентная борьба обостряется, и эти предпосылки сегодня не так просто реализовать уже в достижении целей. Это подразумевает движение, конечно, с большей скоростью, с обновлением подходов, о чем мы, собственно, говорили в первой части. А предпосылки вполне себе серьезные, и то, что у нас и структурно все это подкреплено, есть академия корпоративная, есть академия техническая, есть достаточно большое количество разного рода объединений, ну, неформальных, может быть, грубовато сказано, но не административных, я бы сказал, не административных объединений внутри отрасли, и их количество постоянно расширяется. Поэтому вот на фундаменте нашей структуры HR направления, кадрового направления, включающего, конечно, Академию, без сомнения, у нас очень хорошо развивается некая самодеятельность, если можно так выразиться, и иногда мы ее так тихонечко подталкиваем к ней, ну, к тем или иным направлениям, как команды поддержки изменений, а иногда ребята сами приходят и говорят нам какие-то совершенно неожиданные решения и по форме, и по содержанию. Мы это все будем поддерживать, будем все поддерживать. А вот тогда вопрос, смотрите, ведь мне кажется, в вопросе был такой скрытый подвох. Понимаете, можно быть лидером, да? А вопрос, как в это время другие концерны, корпорации российской федерации? Это предпосылка совершенно не значит, что мы реализуем, то есть не реализуем без дополнительных усилий. Подвох это я почувствовал сразу, но вы знаете что, я вот, может быть, позволю себе чуть-чуть опять, во-первых, пора с меня переключаться. Здесь коллеги, думаю, без сомнения имеют тоже крайне интересные точки зрения, но я сейчас позволю похвастаться. У нас такой немножко семейный вид разговор, мы не на первом канале выступаем, а выступаем в кругу наших товарищей. Вот немаловажен в этих предпосылках, Сергей, вопрос доверия. И то, что мы сегодня проводим чемпионат WorldSkills в таком очно-заочно удаленном формате, на самом деле доверяя нашим товарищам на этих площадках, а они доверяют нам, что мы организовали действительно честную игру, вот вопрос доверия и в этом, и в более глобальных подходах, он крайне важен. Ну, опять же говоря о том, что мы здесь на первом канале, должны более откровенно говорить. Вот смотрите, конечно, я понимаю, что многие мои коллеги, сидящие на той стороне, как говорится, экрана, так маленьким язычком говорят, да, вот это все красиво, а мы сейчас придем, а у нас рутина, и мы-то вот с полетом, а нам-то говорят, давай вот бумажки сначала оформить, служебку напиши. А что вы думаете, такого не было, что ли, и в советские времена, и, конечно же, я уж не говорю там про 90-е. Конечно же, всегда есть противоречия. Вопрос, это противоречие конфронтационно и антагонично, или это та борьба и единство противоположностей, которые двигают вперед развитие. То есть вот это доверие, открытый диалог в отрасли с обеих сторон, и со стороны руководства, не только меня, но и моих товарищей, и со стороны наших коллег. Ну, просто я сейчас рискую, конечно, съесть все время нашего разговора. Пандемия была очень показательная. Мы же сразу открыли горячую линию, начали с людьми разговаривать, и люди писали, мы разбирались и с анонимками, конечно же, ну, то есть неподписанными заявлений, но люди писали и высказывали пожелания, иногда очень в острой форме, к своему руководству и подписывались. Понимаете, это было очень удивительно, потому что, конечно, в большинстве своем, ну, в форме, в общем, что называется, обезличенной жалобы приходят. И эти жалобы были не то, что мне там маску не дали и зарплату заплатили, а львиная доля этих адресных обращений была связана в целом с режимом защиты людей, сохранения людей, разведения потоков и так далее, соблюдения всех правил. Поэтому мне кажется, что кроме общих предпосылок, наличия тех или иных структур, заряженности людей, все-таки наше отличительное преимущество во многом еще в уровне взаимного доверия и открытости диалога внутри образования. Спасибо вам большое. Мне правда жаль, что сегодня с нами не было министра образования, потому что урок про ценности прямо на глазах идет, причем в многоликих экспертов, мне некоторых могут не совпадать. А давайте посмотрим, как оценили наши коллеги, да, вопросы голосования. Посмотрим не для того, чтобы покомментировать, а может быть пока вот сейчас принять для информации, для сведения, а чуть позже в диалогах к ней вернуться. Итак, мы задавали с вами вопрос, да, в центре, кто стоит в центре системы образования, да, чьи задачи решает. Очень интересные результаты. Вот такая, да. И не совсем прогнозируемые, честно говоря. Я предлагаю как раз пока сейчас их не комментировать, а принять, да, для того, чтобы, коллеги, вы могли к ним оперировать. И мне кажется, Алексей Евгеньевич, вы опередили сейчас эти результаты, потому что вы сказали, есть такое волшебное слово доверие. Поэтому если люди, которые сейчас голосовали, услышат в наших ответах, комментариях, да, жесткий отлуп, то тема доверия мгновенно исчезнет. Поэтому давайте мы пойдем дальше. И как раз сейчас, мне кажется, будет правильно послушать наших коллег-гостей, которые присоединились к нам из Европейского фонда обучения, который является агентством Европейского Союза. Фонд помогает лучше системе профессионального обучения в странах, не входящих в ЕС. В основном в соседних регионах, таких как страны, готовящиеся к вступлению ЕС, Северная Африка, Ближний Восток, Балкан и страны бывшего Советского Союза. Фонд предлагает странам ноу-хау и свой лучший опыт в обучении развития компетенции людей в течение всей жизни. И поэтому я приглашаю к нам сейчас в студию Чезаре Онэнстини. Простите меня за мой не итальянский. Давайте проверим, слышит ли нас Чезаре. Уважаемые коллеги, можно воспользоваться переводом. Мне нужно быть сегодня здесь с вами, потому что Европейский фонд образования, где основывается в Италии, я работаю там, он работает со странами, которые не являются членами Евросоюза, для того, чтобы помочь им провести реформы образования и систему профессиональной подготовки. Как часть этой работы мы являемся партнерами с Российской Федерацией в течение многих лет, и мы работаем с министерством, а также с другими отраслями власти, со школами, для того, чтобы увидеть те самые улучшения в нашем профессиональном обучении, профессиональной подготовке и переподготовке. Я с удовольствием увидел большое количество реформ, которые проводились в этой области, и мне кажется, что некоторые из спикеров, которые сегодня говорили об этом, они видят, что вот эти вопросы, которые будут стоять перед нами, они стоят по всем границам, с обеих сторон границ, потому что это проблемы, которые глобальные проблемы. Я хотел показать вам три ключевых слова для того, чтобы вклиниться в ваши дебаты. Прежде всего, это инновации. Инновация, и когда я говорю на этом форуме, на этом выдающемся форуме, когда мы говорим о навыках, о технических навыках, мы всегда говорим об инновациях. И мы можем быть с новыми идеями и представить эти идеи, как я уже понял от предыдущих спикеров, что очень важно, чтобы была, естественно, свобода в обучении, чтобы ваши ценности были незыблемы. А также господин Песков отмечал то же самое. Когда мы собираем всё это вместе, и когда у нас с вами развивается необходимая новая инновационная среда, с которой мы с вами в любом случае сталкиваемся, мы можем её измерить не только с точки зрения Европейского Союза, но мы также здесь в Европейском Союзе видим, и что страны вокруг нас, они нуждаются в том, чтобы продолжать вот то, что называется проводить вот эти наши игры по инновациям, может быть, начать такие игры. И поэтому все вопросы, которые приходят из Южной Азии, мы хотели бы продвигать вот это измерение инноваций. И для того, чтобы этого сделать, нам необходимо посмотреть на компонент, который называется умения, какие умения продвигались вперёд. И, соответственно, мы хотели бы показать, убедиться, что каждый человек должен развиваться полностью в своём потенциале. И мы хотели бы, опять же, посмотреть, что есть смесь взглядов, и мы должны посмотреть, сколько людей готовы развивать свой потенциал. Нам очень важно, чтобы мы передали эту идею, что каждый должен чувствовать, что у него есть возможность внести вклад по максимуму на уровне своих собственностей умений. Опять же, когда мы работаем с Российской Федерацией, мы также проводим оценку их системы обучения и профессиональной подготовки. И один из лейтмотивов, который мы получили с прошлого года, когда мы работали с большим количеством людей с Россией, в основном это союз предпринимателей и промышленников Российской Федерации, мы поняли, что система подготовки, она реформируется, но когда рабочие, которые имеют хорошую подготовку, они приходят в бизнес, им всё равно нужно ещё много чего посмотреть. И эта подготовка должна проводиться непосредственно на их новых предприятиях. Вот это как раз тот самый элемент, который должен быть добавлен в подготовку каждого отдельного человека для того, чтобы дать им возможность высказать своё мнение. И частично в этой эволюции, также на рынке труда, важно отметить следующее, что он связан с тем фактом, что образование системы профессиональной подготовки не всегда справляется с той скоростью развития, которая нам необходима. И первое слово – это инновация. Итак, второе – это устойчивое развитие. Как вы уже слышали, я от генерального директора Росатома слышал с самого начала, что это очень серьёзный именно подход с вашей точки зрения. Когда мы с вами посмотрим на устойчивое развитие, и мы смотрим на ООН, и что они делают в отношении целей по устойчивому развитию, мы всегда видим, что в центре их развития – это прежде всего люди, каждый отдельный взятый человек. Для того, чтобы внести вклад, этот вклад должен быть вкладом не только в рынок труда, но и для развития целого общества. Мы также видели, что один из самых больших давок, который необходим, – это адаптивность. Значит, и это адаптивность, потому что ковид, как нам показал, пандемия, как это нам показала, и мы все ещё до сих пор с ней боремся, по всему миру, она нам показывает, что страны, у которых адаптивность была более высокоразвивая, они могут реорганизоваться лучше, и они могут найти новые способы, как отвечать на такие вызовы, как пандемия. И опять же, я хочу сказать, что по всему миру мы видим позитивные возможности отвечать вам, и есть много хороших примеров. Мы также можем увидеть, что мы сосредоточиваем своё внимание на кризисы, и эти кризисы должны получить ответ. Это улучшение наших навыков, а также адаптивность каждого отдельного взятого человека. А это, к сожалению, отстаёт от наших желаний, и мы должны, если мы хотим продвигать вперёд действительно хорошую систему, то в таком случае эта система должна быть устойчивой, и мы должны с течением времени продвигать эти идеи вперёд. Огромное количество компаний сталкиваются с этими вызовами, и мы с вами сейчас находимся на перекрёстке дорог, тогда, когда перед нами стоят экономические вызовы, и мы видим в Европейском Союзе, что из страны, которые находятся вокруг Европейского Союза и Российская Федерация, как наш самый большой партнёр, что кризис ковида, он требует от нас новый способ мышления, а он также требует от нас и большего участия, большего внечённости компаний, для того, чтобы улучшать, по потребности улучшать возможности работ своих работников, которые находятся непосредственно в вашей стране. И последнее ключевое слово, которое я хотел бы поделиться с вами, это постоянное обучение, то есть обучение в течение всей жизни. Если мы с вами соберём всё вместе, всё, что мы уже с вами сказали, то, что мы с вами обсудили по поводу обучения сегодня, мы видим, что это очень важное измерение для того, чтобы показать, чтобы люди не должны отставать, что наши навыки и умения должны постоянно обновляться. И мы видим, вот этот вызов, который стоит перед нами, относится даже абсолютно к очень высококвалифицированным рабочим, потому что их потенциал должен быть всё равно улучшен, для того, чтобы они всегда пользовались спросом на навыки труда, чтобы они отвечали всем потребностям трудового рынка. И во многих странах по всему миру мы видим, что есть демографические вопросы, и, соответственно, мы больше и больше опираемся на стареющее население. Нравится нам это или нет, нам требуется, чтобы это население оставалось продуктивным, но для этого нам надо их, соответственно, поддерживать. И таким образом мы должны работать, опять же, с каждым человеком отдельности. И поэтому обучение на протяжении всей жизни, оно очень важное, и оно отвечает, может ответить на тот вопрос, который стоит над нами. Значит, из опыта нашего Европейского фонда по образованию я должен сказать, что инновации, устойчивое развитие и постоянное обучение в течение жизни – это основные драйверы того способа мышления, который необходим нам для принятия последующих решений, для того, чтобы улучшить нашу систему образования и профессиональной подготовки. Роберто, мы вас благодарим. Спасибо большое. И я думаю, что для наших коллег совершенно очевидно, что инновация, устойчивое развитие и обучение в течение всей жизни – это и есть те ключевые посылы, которые сегодня обеспечивают развитие. И Юлия Борисовна, мне кажется, сейчас будет очень правильно как раз перейти к диалогу с нашим коллегами из Германии, чтобы вот этот международный обзор мы могли с вами сейчас провести, и чтобы потом уже посмотреть результаты голосования. Да, давайте передадим слово сейчас нашему следующему эксперту, господину Ганс Минске, директору по международной работе Ассоциации работодателей ФРГ «Нордметалл». Господин Минске, слышите ли вы нас? Пожалуйста, проходите на тир. Добрый день. Здравствуйте. Вы нас слышите? Я вас понимаю. Здравствуйте. О, прекрасно. Это очень хорошо. А я? Господин Минске, у нас такой вопрос вам. С какими вызовами сейчас столкнулись немецкие корпорации? Мы очень много говорим сейчас о том, что происходит в России, например, Росатома в том числе. У вас похожие проблемы? Как вы решаете задачи по раскрытию человеческого капитала? Что у вас происходит? Поделитесь, пожалуйста. Я буду попробовать говорить на русском. Я надеюсь, что вы меня понимаете в Москве. Давайте попробуем. Да, я работаю в организации работодателей «Нордметалл». Это есть организация работодателей в браке металлопроводки и электроники на севере Германии. Наши члены – это есть большие известные предприятия, как, например, «Эрбус», «Сименс», «Мерседес» и «Бош». Но надо и сказать, что именно члены нашей организации – это где-то 80% маленькие и средние предприятия нашего отрасля. Как организация работодателей наша первая задача – это есть вести тарифные переговоры. Это значит, что мы от имени наших членов будем урегулировать все эти рабочие отношения на рабочем месте, включая заплату, включая меры повышения знания, то есть все вопросы обучения на предприятиях и в обществе от имени наших членов. И это большое требование наших членов, именно как организация, заниматься вопросами профессионального обучения. Какая есть ситуация у нас в Германии? В основном, в прошлом году, и сейчас я не хочу говорить о коронах или пандемии, в прошлом году у нас отсутствовало где-то 200 тысяч экспертов. Экспертов имею в виду, где требуются вот эти направления МИНТ, у нас говорят математика, информатика, наука и техника, или стим на русском, думаю, вы говорите. И особенно у нас в отрасли, этих экспертов не хватает. Это очень большая проблема. И вот таким образом у нас на первом месте это есть проблемы, связанные с плохой развитие демографии. И на втором плане, конечно, надо сказать, что все меры для того, чтобы продукция и, включая систему обучения, ответствовало требованиям актуального развития, значит, требованиям цифровизации. Демография, ситуация такая, что у нас физически молодых людей не хватает для того, чтобы занять место в системе дуального обучения в предприятиях. Еще 10 лет тому назад места для практического обучения в нашем системе, в предприятиях, чтобы приглашать молодых людей, не хватало. Но сейчас это наоборот. Очень много вакансий в этом плане есть. И из этого возникает нужда предприятия идти в школах, заниматься с маркетингом и установить нужные условия, чтобы место обучения и таким образом и рабочее место в нашем отрасли будет для молодых людей аттрактивным. Аттрактивным это и значит, что у них есть, должны быть хорошие возможности зарабатывать. И в Германии это так, по-моему, два года тому назад статистика скажет, что пособие ученика на первом годе обучения уже будет именно 908 евро. Если хотите меньше заплатить, люди не готовы. Я имею в виду наш отрасль. Есть очень много других направлений на парикмахерской, где они получают значительно меньше. У нас в отрасль ученик первого года уже получает 1054 евро в месяц. Это значит, от этих предприятий, которые включены в тарифном договоре. Но и другие, которые не обязаны на основе тарифного договора заплатить эту сумму, они будут заплатить. Они просто вынуждены, потому что без этого они молодых людей не получают на обучение в предприятиях. Деньги – это одно. Другое – это, конечно, установить такие другие нужные условия, чтобы работа в нашей отрасли будет аттрактивной. Это построение рабочего места, это поддержка на дорогу, например, чтобы попасть на дорогу, на работу, на место обучения. Там надо много делать, чтобы это место обучения будет аттрактивным. Следующий весь – договор в системе дуального обучения – это не значит рабочее место. Это только договор в период обучения. У нас в тарифном договоре написано, что ученик, который решает для себя быть именно учеником в предприятии, он получает гарантию, что этот завод его возьмет и на работу. Минимум на один год это написано именно в тарифном договоре. Я думаю, это для молодых людей очень важно. Но найти молодых людей – это не так просто, потому что, так как у нас, в отрасли такая ситуация и в других направлениях. У нас в бронхе металлопроботки и электроники имеются 10 больших грузовиков и, как сегодня говорят, тракт. Это, как сказать, подвижная система информации от нашей отрасли. Где-то два года тому назад была делегация от Росатома у нас на севере. Они увидели вот этот тракт мимо Гамбурга. Они знают, какое современное оборудование, чтобы с фильмами, чтобы с другими системами ученикам показать, какого есть хорошее места для работы, но и какого есть требования у нас в отрасли. Вот этот тракт во всех Германии 10 штук работает, и это частная инвестиция, нет от государства, это инвестиция от предприятия, от наших членов. И это покажет, что это им очень серьезная задача – делать рекламу, заранее ученикам сказать, какого есть требования у нас на этой области. Кроме того, наша организация на севере имеется где-то 56 различных проектов, где мы начинаем с мерами профориентации, где мы поддерживаем развитие математики, информатики, техники, начиная в предшкольном возрасте, значит, в детском садике. Есть такой проект мини-феноменто, экспорт этого проекта в других странах развивается, сейчас это уже в 6 странах в мире и вовсю в Германии, где специальные эксперименты в детском садике, в школах работают и помогают развивать ум молодых людей в направлении математика, физика и так далее. – Господин Манский, мы вынуждены сейчас прервать ваш интересный доклад, потому что мы немножечко выбиваемся из графика. Спасибо большое, у вас очень богатый опыт в Германии, мы уже кое-что себе взяли на заметку, но вы затронули очень важную тему для того, чтобы все это случалось, чтобы отрасли были привлекательны, чтобы компании беспокоились о том, кто приходит к ним, работали с молодежью. Важно, чтобы во главе компании стояли люди, которые ценят развитие само по себе, чтобы директора корпорации понимали важность этой работы. И сейчас хороший момент передать слово, передать аудиторию Андрею Шаронову. Андрей, вы вице-президент ведущей бизнес-школы в России, не побоюсь этого слова, в Европе, а может быть и в мире, и через вас проходит очень-очень много как раз управленцев, и мы надеемся, надеемся, что вы воспитываете в них правильное отношение, в том числе и к развитию человеческого потенциала. Видите ли вы эти изменения или до сих пор в головах наших управленцев цифры, ебеда, прибыль, деньги, но не человек? Спасибо, Юля. Если можно, я начну чуть с больших цифр. Конечно, мы видим очень много управленцев, но это все равно очень небольшая доля всех управленцев России. И я бы хотел сказать о цифрах, которые опубликованы в докладе глобальной конкурентоспособности талантов. Кстати, Россия занимает там 48 место из 140 примерно, 140 стран участниц этого рейтинга. Вообще на любой процесс можно посмотреть, как учат экономисты с точки зрения спроса и предложения. Также можно посмотреть на процесс подготовки талантов. Так вот, складывается ощущение, что у нас с предложением чуть лучше, чем со спросом. В частности, этот рейтинг говорит, что Россия довольно высоко находится на 12 месте, вот из 140 мест, по наличию пула талантов. То есть у нас много талантов высококачественных в стране. Довольно высоко она находится на 27 месте по наличию формальной системы образования. Это тоже сильная сторона России. И даже довольно высоко на 35 месте по системе выращивания талантов. Но вот где Россия находится ниже половины, во второй половине, это использование и применение талантов. И совсем низко это правовые ограничения и неясность правовой системы работы в этой сфере. Поэтому могу сказать, что здесь вопрос к структуре экономики. Поскольку у нас значительная часть экономики – это сырье, добыча сырья, и мы сильно зависим от него, то эта сфера требует очень мало или совсем не требует талантов. И в этом смысле те таланты, которые производятся, системы образования часто не могут найти себя в экономике. И лечить только систему образования было бы неправильно. Скорее нужно смотреть на сторону спроса, который будет подталкивать систему образования к тому, чтобы она готовила эту систему. Но и еще, как работодатели относятся к талантам. Тоже меня поразила одна цифра, на которую я недавно наткнулся. В России среднее предприятие тратит примерно в 10 раз меньше средств на переподготовку и обучение, чем в Европе. В 10 раз меньше на свой персонал. И в России учится примерно 15% работающих, в то время как в Европе примерно 40% работающих. И что интересно, в Европе учится 5% пенсионеров, которые видят себя вновь на рынке труда, а в России только 1%. Вот это то пространство, которое нам надо занимать и со стороны образования, и со стороны изменения структуры нашей промышленности. Спасибо большое, Андрей. У меня к вам еще такой вопрос. У нас в Русатоме есть такая формула эмпирическая, из чего складывается талант. И на самом деле все наши спикеры так или иначе касались компонентов этой формулы. Талант, он прежде всего должен предполагать способности человека. Мы в Русатоме свято верим в то, что у каждого человека они есть. Но при этом очень важно, чтобы создавалась среда, где этот потенциал раскрывается, эти способности. И, собственно, ей мы сегодня посвящаем нашу беседу. Но нужно, чтобы еще человек прилагал усилия, проявлял волю. Как вам кажется, Андрей, вот в этих трех компонентах какой самый главный? Я вспоминаю детскую шутку. Вы кого больше любите, папу или маму? Вы кого больше любите, способности или волю? Нет, я всех люблю. Но я думаю, что, конечно, здесь скорее в моем представлении это воля. Потому что мы все рождаемся со способностями, а потом сами себя уговариваем, что у нас нет этих способностей. Иногда учителя нам помогают, иногда работодатели помогают. Иногда родители. Иногда помогают, да, иногда родители. И в этом смысле, если человек проявляет волю, если у него есть какой-то стимул двигаться, то, пожалуй, этот фактор будет критический, который подтянет остальные. Спасибо большое. Конечно, Алексей Евгеньевич. Мы с Андреем знакомы, мы много лет на «ты» по имени, знакомы, страшно подумать, с 80-х годов, с сургутской альтернативы, с такого движения комсомольского. Андрей, ты один из лучших управленцев России, это факт. Я много нового от тебя узнаю. Да, ну ладно, не надо скромничать. Ты работал в Верховном Совете, в Первом Верховном Совете под руководством Ельцина. Нет, нет, это было еще под руководством Горбачева. А еще Горбачева, да. СССР, да. Да, точно. Работал в Комитете по делам молодежи, вновь рожденного уже российского правительства. Прошел путь от директора сводного департамента до первого замминистра в Минеке. Работал в частной крупной корпорации. И нашел себя, как президента, ну, если уж не вуза в чистом виде, но очень мощной структуры по подготовке канков. Вот это же тоже такой некий вызов. Скажи мне, пожалуйста, вот почему-то так произошло, что ты ушел не в частный бизнес, зарабатывая деньги, где были бы открыты все двери. Ты мог бы стать супербольшим начальником, условно сказать, ты был замом мэра Москвы. Вот почему все-таки вполне себе еще в среднем возрасте, полной энергии, ты пришел в сферу образования. Вот мне это важно услышать. Почему? Это правда очень важно. Учитель это всегда для девчонок, да, или для пенсионеров, там что-то такое, пусть лекции считают. Девчонок, которые равнивые пенсионеры. А вот человек в развитии сил, один из лучших управленцев страны, пошел готовить кадры. Вот как этот вызов произошел? Ты знаешь, я задал себе вопрос, чего я хочу. Я понял, что я хочу менять страну. Я попробовал менять ее в Министерстве экономики, я попробовал менять ее в мэрии, я попробовал менять ее в частном инвестиционном банке. Я потом понял, что проще всего менять страну, меняя мозги людей. И ближе всего к мозгам ты можешь дотянуться, если ты работаешь в очень хорошей бизнес-школе. И в этом смысле я сначала волновался, может, я ищу себе какое-то очень такое легкое, комфортное место, а потом понял, что действительно через образование ты можешь поменять страну, меняя людей. И мне кажется, это ровно наша ситуация. Нам нужно новое поколение управленцев с новыми взглядами, которые помогут нам разобраться со всем наследием. Ну тогда получается, что источником раскрытия таланта является самая мотивация. То есть свое собственное стремление. Это вот про волю, разговор про волю. Просто я хотел узнать, насколько Андрей действительно осознанно это сказал. Глубинно и выстроенно, он оказывается, не просто осознанно, а выстроенно. Спасибо. Ну тогда тем более сейчас будет интересно услышать еще одного очень интересного члена команды Росатома, предпринимателя по духу, инноватора по состоянию, но при этом итальянцы. И поэтому я хочу пригласить синьора Роберто Ла Форджа, основателя инновационной компании B4 Pharma, в наш с вами сегодня диалог. Добро пожаловать. Простите, у нас сегодня суровый тайминг, потому что все спикеры хотят поделиться самым важным. И добро пожаловать к нам. Спасибо большое за ваше приветствие и за возможность, которую вы мне предоставили. Это возможность поблагодарить Юлия и всю семью Росатому. И я с удовольствием, естественно, поделюсь своим опытом, который я приобрел, когда я работал в системе радиофарм препаратов в контуре Росатома. Это огромный потенциал именно для того, чтобы стать лидером в мире в ближайшее время. Я также хотел бы сказать, что сектор радиофарм препаратов – это очень важно не только для меня, но я также могу сказать, что для меня это был очень большой вызов. И я хотел бы… У меня есть несколько вещей, которые я хотел бы поделиться с вами. И, соответственно, как директор Росатома, мистер Лихачёв уже сказал, то, что мы должны поставить в середину, в центр нашего внимания – это люди. Люди, успех. Весь успех начинается именно с людей, когда у людей есть какие-то свои представления, когда у них есть хорошая мотивация. И следующий шаг – это, соответственно, воплотить эту идею в компанию, привнести её в компанию. Это значит командная работа. Это очень важно понимать, что правильные люди находятся в правильном месте. И я думаю, что вот именно отдел по управлению персоналом, у них перед ними стоят, ну, просто потрясающие вопросы, потому что они должны отвечать именно на эти вызовы, которые стоят. Потому что именно они должны ставить правильных людей на правильное место. И это очень и очень важно, потому что та команда, с которой я работал в Москве, там были просто вот то, что называется молодые яркие бриллианты, которые работали со мной. И что я хотел бы сказать вам сегодня – это подход, что каждый раз, когда мы пытаемся собраться вместе, это очень важно. И прежде всего необходимо работать, потому что вы же понимаете, мой итальянский паспорт, моя итальянская организация по иностранным проектам – у нас совершенно другой подход. Потому что у вас есть, у нас в Италии совершенно другая, абсолютно другая культура. Когда вы работаете в другой стране, в другой культуре, в этот момент вы начинаете понимать, что вы продвигаетесь маленькими шагами вперёд для того, чтобы произвести тот же самый продукт, получить тот же самый результат. И это вот то, что для меня было важно – это подход, подход к командой работы. Потому что, опять же, HR для нас – это очень важная вещь, потому что именно они отвечают за то, что ожидания каждого работающего совпадали с ожиданиями всей компании. И ещё один момент, который я хотел сказать – это об ошибках. Предыдущие спикеры уже говорили об ошибках. Да, всякий раз, когда мы видим ошибку, ошибка – это часть нашего плана. То есть люди, которые работают, они делают ошибки. Люди, которые ничего не делают, они не делают ошибки. Что я всегда говорю своей команде? Я всегда говорю из своего опыта, что прежде ошибок – очень важно провести оценку рисков. Если вы проводите оценку рисков правильно, то вы делаете ошибку, и это значит, что вы чему-то научились. А то, что мы научились, является из моего опыта, и этот опыт становится частью опыта компании. То есть это становится ценностью, это основа для роста компании. И второе, то, что я хотела бы сказать, второй ингредиент, который мы не должны, соответственно, упустить – это определение. Очень часто люди боятся делать ошибки. Иногда есть проблема, которая относится к наказанию, но это не тот случай в Русатоме, исходя из моего опыта. Проблема другая – это избегание ошибок. Когда есть ошибка, то в таком случае мы должны смотреть на нашу решимость. То есть каждый может сделать ошибку. Но после того, как у вас проведены корректирующие мероприятия, это значит, что вы получили определенный опыт, определенную ценность для своей компании. Это ценность для всей страны. Поэтому спасибо вам большое. Я надеюсь, что я уложился в свой график, я пытался уважать его. И поэтому я хотел бы пожелать, опять же, всем участникам хорошего успеха во время этих соревнований. Мы возблагодарим Роберта за очень высокую культуру доверительных отношений к нашему большому диалогу. Юль Борисовна, и вот сейчас, понимаете, для Роберта Уразова мы подготовили очень непростую ситуацию. То есть мы ввели два трека. Про развитие потенциала, про инфраструктуру, про взгляд бизнеса, про международную картинку. Роберт, генеральный директор Союза WorldSkills. Роберт, у тебя получается в сегодняшней панели одно фактически из завершающих выступлений, где вот все эти сложные пазлы, видимо, тебе предстоит соединить. Роберт Уразов. Спасибо, конечно, за позицию, которую вы для меня выбрали. Я, наверное, не вправе такого делать в отношении того, что было высказано. Но, знаете, если честно, хотелось немножко на другое, наверное, обратить внимание. Когда мы с вами ввели дискуссию, мы очень часто, мне кажется, упрощали ситуацию. Мы всегда пытаемся почему-то найти такое достаточно простое решение, такой золотой ключик, который повернет и все исправит. Поскольку здесь аудитория, которая нас слушает, она достаточно техническая, но это, знаете, как сравнить. Я сам лично люблю Формулу-1, и вот сейчас есть команда Мерседес, которая на секунду опережает Феррари. И вот нет, к сожалению, ни одного решения для красных болидов, который позволил бы им вот так вот, перещелкнув, обеспечить то самое ускорение на секунду и больше. И вот то же самое, что касается, собственно, той темы, которую мы обсуждаем. Слишком сложная, не берется. Но есть, наверное, некие опорные точки, на которых хотелось бы самому опереться, не только выслушивая, скажем, слушая, что говорили другие. Но вот самое первое, как мне кажется, здесь многие об этом говорили, это, собственно, мотивация, воля, для меня скорее такой более научный термин, осознанность. Способность человека строить свою карьеру, строить свое собственное, скажем так, свое умение вперед последовательно, скажем, вместе с компанией. С чем это можно сравнить? Условно, если вы живете в жесткой кристаллической решетке, стабильно, спокойно, то особо об этом думать не надо. Вам достаточно подумать об этом, в лучшем случае, два раза в жизни. Первый раз, когда вы что-то выбрали, второй раз, когда вас, наконец, уволили. К сожалению, получается так, что вот эта кристаллическая решетка, сейчас, ввиду того, что все быстрее, она греется, и вот эти кристаллические решетки, они расплылись. Это означает, что вашего точного рабочего места, вашей точной позиции больше нет. Она плывет. И вам необходимо каким-то образом соответствовать. А более того, чаще всего, что вы являетесь и участниками этого процесса, являетесь частичкой сплава внутри компании. И вы вынуждены принесать достаточно много решений. И в этом отношении, ну, черт с вами, ладно, давайте будем сшивать то, что просили. Дмитрий Николаевич проговорил про искусственный интеллект. И, собственно говоря, фактически, что такое искусственный интеллект в образовании? Это фактически построение человека при помощи своего собственного помощника. Если раньше вы опирались лишь на мнение взрослых, на мнение университета, лектора и так далее, с цифрой у вас есть возможность получить весь опыт сразу и в достаточно удобоваримом виде. Ну, безусловно, этим каким-то образом надо пользоваться. Второе, да, как бы, то, что касается, ну, следствия. Фактически, мы говорим о том, что люди самое главное, да, ну, хорошо, давайте разберемся с экономической точки зрения, почему самое главное. Ну, есть предположение, что, вероятнее всего, человек, это и есть, собственно говоря, основа генерации прибыли. Да, то есть человек что-то создает, соответственно, генерирует. А как человек тогда должен нести в отношении самого себя сам? Ну, если он, как бы, является генератором прибыли, он фактически должен предпринимательски относиться к самому себе. Да, и что мы имеем сейчас, мы видим, что фактически мы должны учить людей быть предпринимателей в отношении самого себя. То есть, если классический предприниматель зарабатывает на соединение факторов производства, здесь достаточно известный из любой экономической теории, то, как бы, с точки зрения человеческого капитала, он зарабатывает на самом себе, на человеческом капитале. Ну, понятно. Следующее, да, как бы, с моей точки зрения, мне кажется, что правильно не пытаться смотреть человека в отрыве от экономической деятельности. А в чем выражаются умения и способности и таланты человека с точки зрения той деятельности, которая происходит? Ну, в труде или в профессионализме? Мне ближе профессионализм, потому что это такая накопленная потенциальная вещь. Труд его достаточно сложно заметить. И в этом отношении вот то, что делаем мы, то, что сегодня мы, к сожалению, не видим вживую, а вот раньше видели всегда на чемпионатах, мы, собственно говоря, видим проявление профессионализма. А где они возникают? Где он нарастает? Он нарастает только в профессиональном сообществе. И вот, мне кажется, второй важный вывод, что люди нельзя человека рассматривать в одиночном состоянии, даже не в команде. Да, команда иногда бывает разноплановая, но важно, чтобы человек был обязательно в среде профессионалов, в которых он может расти. Почему? Потому что у него возникает та пресловутая осознанность и мотивация. Он видит кого-то лучше себя, слабее себя и может с ним как-то конкурировать. Ну и последнее, мне кажется, что важно, наверное, тоже заметить, да, мы очень часто говорим, но очень редко доводим до конца. Да, в этом отношении мы чемпионы как бы по стартам частенько, но, к сожалению, лузеры по финишам. Там тема, например, непрерывной подготовки, вот если, например, с Андреем Шароном категорически согласен, она стоит достаточно давно, как в мире, так и в нашей стране. Но, к сожалению, практических шагов мы делаем мало. Почему? Ну, так вот сложилось. Вот представьте, у нас стоит с вами, у нас есть с вами миллиард рублей, как бы и стоит вопрос, построить еще одну школу или обучить 30 тысяч человек. Угадайте, что мы выберем. Вот мне кажется, что есть еще проблема в наших собственных умах, рассмотрение, собственно, профессионализма нашего общества, профессионализма наших граждан, не как какого-то персонального блага или развлечения, а как общественного блага. Да, вот мы в экономической теории всегда привыкли, что все, что связано с инфраструктурой общего пользования, это общественное благо, и в него надо инвестировать и государству, и корпорациям, и людям. А вот человек – это как бы частное благо. Мне кажется, пора немножко менять вот этот парадигму, что, собственно, профессионализм нации, профессионализм страны – это общественное благо, которое позволяет решать в том числе вопросы для самой страны. Да, вот как МОЗ позволяет нам перейти из точки А в точку Б, точно так же профессионализм наших медиков, атомщиков, да, как бы фармацевтов, мы видим прямо сейчас. Есть профессионализм, мы можем решать проблемы, но вот, например, с ковидом все понятно. Да, если у вас есть свой задел, есть свои профессионалы, вы решаете задачу. Нет, извините вас, я честно обочина. И моя как бы ключевая ставка вот в этом разговоре в том, что, ребята, давайте растить профессионалов, как бы эти профессионалы все делают сами. Спасибо. Роберт, спасибо большое. Уважаемые коллеги, мы постепенно движемся к финалу. У нас есть еще очень короткая динамичная сессия вопросов-ответов, потому что огромное количество пришло вопросов к нашим уважаемым спикерам. Я хочу запустить последнее голосование в сегодняшней нашей дискуссии. У нас потихоньку складываются палитры, как должна выглядеть система развития, среда развития потенциала. И теперь, уважаемые зрители, к вам вопрос. Как вы считаете, кто должен стать главным помощником в раскрытии потенциала человека? Будьте добры, проходите, пожалуйста, по QR-коду. Мы будем с нетерпением ждать ваших ответов. А сейчас, Сергей Сергеевич, передаю слово вам. В этой связи мы сегодня пытались поддерживать именно семейный разговор личный, а каждый семейный должен заканчиваться точными договоренностями. Ну, иначе, как бы что, поговорили и разошлись, и люди на том конце провода нам скажут, ребята, спасибо, а где результат? Поэтому, Дмитрий Николаевич, вопрос, может быть, для вас, Роберта. А возможно ли, чтобы выпускники WorldSkills High Tech попадали в реальные проектные команды и свою траекторию участия в чемпионатах развивали в деле? Вопрос на осмысление. Андрей Владимирович, вопрос. Пишет молодой человек, все у меня отлично с мотивацией, все великолепно, я движусь, я развиваюсь. Но я точно понимаю, что предприятие, к сожалению, не поддерживает моего этого стремления по разным причинам. То есть я все каналы коммуникации открыл, двери закрыл. Мне что, увольняться? И, Алексей Сергеевич, последний вопрос. И Зеленогорска. Коллеги предлагают из управления образования ответить на вопрос, когда увеличим долю договоров целевого обучения. Вот прям вот так. Коллеги, это семейный диалог, и в нем должны быть семейные ответы, а потом увидим, кого воспринимают наши с вами участники дискуссии, главным драйвером развития и раскрытия потенциала. Пожалуйста. Я начну, да. Ну, первое, смотрите, вот я глубоко убежден в том, что команды – это наш главный фокус в ближайшие 10 лет. Соответственно, у нас в стране очень мало команд. Невероятно мало команд. У нас очень мало, собственно, людей, которые создают большие проекты и создают стартапы. Мы просто проигрываем в десятки раз. Значит, так как мы не можем выбирать из миллиарда, как в Китае, то нам нужно резко уменьшить количество ошибок при формировании команд. То есть перейти от метода воронки, как я называю, к методу ракеты. Когда каждый человек заранее подбирается под того, с кем ему надо дальше работать. Я глубоко убежден, что мы должны всю систему образования перевести на командный подход. Это значит, что мы должны в университеты принимать командами, развивать их командами, выходить из соревнований командами и давать им инструменты развития команды. Но это так хорошо сказать, так должно быть. Должны быть соответствующие инструменты. И мы вот сейчас делаем такого рода системы, но проблема в том, чтобы команды работали, они должны опираться на данные. Если данных нет, то это либо очень элитарно и очень дорого, и мы не можем себе это позволить, либо искажение настолько велико, что на выводы нельзя опираться. Вот я бы позволил себе подискутировать с Андреем. Он говорит, вот рейтинг, 48 место или там 49. Но я несколько лет назад в рейтинге перестал верить. Я теперь верю только в те рейтинги, которые основаны на данных. На таких грубых, сырых данных. Вот в WorldSkills на соревнованиях у нас вышел, сделал рейтинг. Вот в рейтинг Курсеры, основанный на анализе 46 миллионов обучающихся по всему миру, я верю. И по нему у нас место первое. По тем направлениям, которыми мы занимаемся в мире. Вот дальше у меня вопрос. А кому я больше доверяю? Экспертам Энсиада или алгоритмам Курсеры? Я алгоритмам Курсеры больше доверяю. Вот чтобы команды заработали, проектные команды, нам нужно построить алгоритмы, которые работают на больших данных и которым мы доверяем. Вот мы сейчас первый такой эксперимент делаем с Санкт-Петербургским политехническим университетом. В англоязычную магистратуру по технологическому предпринимательству мы отбираем не индивидов, а команды. И делаем это сразу на нашем движке с искусственным интеллектом. У нас, кстати, сразу там количество участников выросло за год, знаете, во сколько раз? В 50. То есть от маленькой эксклюзивной программы, куда приходило десятки человек, сейчас сразу пришло больше тысячи. Вот это те возможности, которые у нас есть по расширению этой самой воронки. Но я ваш вопрос услышал как критику к нам с Робертом, что мы до сих пор такой штуки для выпускников WorldSkills High Tech не сделали. Это у нас у наших коллег, да. Вот, ну и справедливая критика. Дальше Роберт Ильич должен ответить, как мы на нее реагируем. Спасибо. Спасибо, очень хорошее. Роберт, добавите? Вы знаете же, как бы это хорошая русская традиция, как бы передай проблему другому. Коллеги, у нас Sky Tech принимают участие в AtomSkills, конкретно работники Росатома. Про свой ответ. Алексей Евгеньевич, да? Может, что-то алитосно. Роберт, у нас есть ограничения, у нас тайминг ограниченный, поэтому... Давайте по-честному, да, как бы, ну, к всему свое место. То, что касается соревнований по профессионализму, это выращивание человека, собственно говоря, в первичном умении. Да, если вы это первичное умение не достигли, то объединяться в команду, он достаточно сложным. Ну, просто основание-то какое, чем вы делитесь, собрались как таковым. И в этом отношении понятно, что большая часть WorldSkills работает таким способом. Но с другой стороны, ну, мало кто видит, мало кто знает, обычно всегда забывают о том, что есть много соревнований, связанных с командной игрой. Ну, там, вот, пресловутый Manufacturing Team Challenge, когда ребята соревнуются не только в скиллах, а соревнуются по трое, фактически, в инженерном соревновании, в умении собирать продукт. Да, получается дорого, да, получается сложно, но это и есть, это работает, надо просто, как бы, шире открывать глаза и чаще это видеть. А с точки зрения, ну, как бы, напрашивать дальше вопрос, да, вот, хорошо, я получал свои соревнования, я что-то проявил, и так получилось, что я к своему рабочему месту не очень подхожу. И это, на самом деле, большой вызов, готова ли компания инвестировать в том числе в сотрудников, которые будут уходить, да, как бы, если она готова, то надо понимать, в чем выигрывает. Мне кажется, что здесь уже немножко другой разговор, разговор про бизнес. Если компания зарабатывает не только на ниши, но и на технологии на платформе, то она будет скорее стимулировать этот подход. И то, что мы сейчас можем видеть, ну, скорее будет благом. А если нет, ну, я боюсь, что такому человеку нужно самостоятельно принимать решение, готов он продолжать сотрудничество или нет. Могу добавить только одно, что в рамках деловой программы AtomSkills как раз эти самые команды, переходящие в альтернативные карьеры здесь, в Росатоме, можно вживую увидеть. Андрей Владимирович. Да, ответить на этот вопрос теоретически невозможно, и всегда есть два риска. С одной стороны, риск, что вы отказываетесь от борьбы и от приложения усилий, чтобы убедить своих коллег сделать так, как вы считаете нужным. А с другой стороны, есть риск, что вы работаете с неправильными людьми, которых невозможно переубедить по каким-то причинам, и вы решили свою жизнь потратить на это безнадежное дело. Поэтому, конечно, нужно попробовать поменять ситуацию, если она не получается уходить. Для меня не так важно, где ты работаешь, сколько с кем ты работаешь. И тогда получается ваш ответ? Рискуйте. 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 Рискуйте, пробуйте и уходите. Спасибо. Алексей Евгеньевич. Я по законам жанра, похоже, и на первый, и на второй, и на третий вопрос должен ответить. Потому что так, иначе он касался. Ну, во-первых, отвечая на первый вопрос, конечно же, AtomSkills не только и не столько для нас, что называется, соревнование в моменте, вручение наград, призов и медалей. Значит, это неотъемлемая часть карьерной лестницы, это та очень важная, значимая часть вообще кадровой политики и, соответственно, карьерного продвижения, поэтому всех призываю только расширять свое участие. Для меня очень значимо при принятии кадрового решения вовлеченность движения WorldSkills на любом уровне. Являешься ли ты специалистом просто участником, победителем, или наставником, или менеджером, который организует большое взаимодействие, в том числе и по внешнему контуру. Для меня это ценность. Значит, второй вопрос, который Андрей Владимирович Шаронов, на который отвечал в своем выступлении. Мы маленькой этой темы касались, говоря о том маленьком язычке и критике. Коллеги, тема не банальная. Она абсолютно правильная, Андрей Владимирович, она завязана и на возможность, способность человека эту личную коммуникацию выстроить. И действительно определить вот этот барьер, это что? Это обычная рутина или это персональное неприятие, скажем, его как потенциального, может быть, конкурента. Это конкурент в какой-то среде. Это очень непростой вопрос. Но я вот попробую общу и сразу подчеркну, очень нескромно на этот вопрос ответить. Понимаете? И коллеги меня поддержат, они все руководители. Вот, коллеги, когда вам будет сложно, когда вы будете чувствовать какую-то вот такую, как препону в реализации своих инициатив, вот в том, что вы даете, а у вас не берут, вы идете вперед, а вас не вовлекают, вот нескромный совет, вспоминайте меня. Вот если вы представите, в какой системе сдержек и ограничений я работаю, насколько зарегламентировано любое решение, которое я могу принять или внутри госкорпорации, или тем более снаружи, скажем, подготовить постановление правительства, проект федерального закона или указ президента, понимаете, ваше положение дел показывается четвертым сном Веры Павловны, понимаете, где все в белом, все поют, пашут и довольны друг другом, понимаете, потому что чем выше вы продвигаетесь по служебной лестнице, чем больше у вас ответственности, чем больше ваш потенциал, тем больше вас будет сдерживать система. Так устроена любая бизнесовая, административная и даже общественная модель. Она консервативна, она сохраняет свое состояние, а чем выше ваш потенциал, тем больше вы разрушитель. И то, о чем Андрей сказал, он не нашел возможности полностью выразиться ни в бизнесе, ни, скажем, в административной системе. Он пошел в образование, он там считает наиболее эффективен. Алексей, можно добавить, дать тебе совет по этому поводу? Если чувствуешь, что твой потенциал сдерживается, тоже уходи. Значит, нет таких крепостей, которые бы не смогли взять большевики, понимаете? Поэтому будем работать и трудиться, и только с опорой на наших коллег. Вопрос от наших товарищей издалека, из-за Уралия, про целевое обучение. Я вот, может быть, чуть грустнее, чем вы планируете, прошу планировать на него ответить. Я не очень поддерживаю развитие модели целевой подготовки, которая есть сейчас. Вот в силу целого ряда причин и вот этой обвязки деньгами, обязательствами человека, понимаете? Я, ну вот мы тут в основном ровесники, я сам прошел систему подготовки советской, этого распределения и вот этой привязанности. Она и хороша, и плоха. Для социальной стабильности вроде бы да. Для того... То есть я просто, я реально, я на пятом курсе понял, что я не радиофизик, понимаете? Вот такая жизнь была. Ну понял, что я не радиофизик, а совсем другое, значит, у меня в сердце. Но я пошел в приборостроительный институт, как бы сейчас я этому благодарен, была создана большая база, но если бы у меня была свобода выбора, я, конечно, на пятом курсе ушел бы совсем в другое направление. Вот, это к слову. Но, ну, хорошая новость стоит в том, и здесь, кстати, Анатолия Терентьева присутствует, все ее товарищи, значит, мы будем увеличивать количество целевых договоров, договоров подготовки по мере выхода на нас, руководители предприятия. Если руководитель предприятия и считает, что ему оно надо, что с учетом специфики города, закрытости наших некоторых административных территорий, оно работает, значит, мы будем увеличивать деньги, у нас на это дело есть. Так что по мере поступления заявок. Но как линию развития образования в нынешней форме целевой подготовки, я эту идею не очень разделяю. Спасибо. Спасибо большое. Илья Борисовна, слово вам. Уважаемые коллеги, мы заканчиваем нашу прекрасную, неформальную, очень открытую дискуссию. Дмитрий, Алексей Евгеньевич, Роберт, Андрей, спасибо вам большое. Спасибо нашим онлайн спикерам. Давайте очень быстро выведем итоги нашего голосования, которое показывает, кто, собственно, должен быть главным помощником в раскрытии человеческого потенциала. И, конечно, это сам человек. Мне кажется, что это очень хорошее завершение нашей дискуссии. Да, это прям, как будто вы специально подогнали. Ничего специального, никаких раэлей в кустах, все честно, все открыто. Уважаемые коллеги, мы рады тому, что стартовал чемпионат AtomSkills. Мы рады тому, что открылась очень хорошая, глубокая дискуссия про человека, про его потенциал и про систему, где он должен раскрываться. Мы ждем вас на онлайн-деловой программе AtomSkills 2020. До новых встреч. Спасибо. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok